Всем снова привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами смотреть ДВСЛ, соответственно, это вторая БВ3, это вторая карта, Кверти против коллектива Винстрайк, и, соответственно, несмотря на довольно хорошую игру от Кверти на первой карте, они все-таки проиграли. Напомню, что у них в целом довольно печальная ситуация, они претендуют на вот это девятое место, то самое козырное место, из-за которых... Десятое. А, десятое? Десятое, да, то есть они всегда занимают последнее, и разыгрывается на девять команд последний вылетающий, потому что гости проходят дальше. В общем, все идеально, друзья. У нас есть парни, которые стараются, но у них не очень получается, и хлопцы из Винстрайка, у которых все стабильно. Давайте посмотрим на их коэффициент 1.03 на Винстрайк от G-Bet и 10.09 на Кверти за все в Best of 3. Отдельно по кайфу вы можете посмотреть, естественно, уже на сайте по баннерочку снизу. А у нас Oracle. Давно я, кстати, этого героя не видел. Сейчас какой-то ТБ приедет, да, походу? Один из лучших героев под Oracle. Не, ну может, конечно же. А, у них вивер, да, sorry. Я просто надеюсь, надеялся до павильного Oracle, что они просто виверы уберут куда-нибудь, и будет там 4, допустим, в позиции, да, и все будет ок. Вот, и появление Oracle, на самом деле, то есть, а что тебе мешает реально сделать, кэри МК и не париться? Потому что МК подорок, он это тоже сильно. Да? Да. Лишачок. Вот, или, с лишака, типа, вполне возможно, это тот момент, когда мы реально в виде сикера убираем герой, который от сикера страдает на саппорт, и пусть страдает там, и не паримся. Так он страдает от сикера, от бэйна, от леона, от всего, что тут только есть. Ну да, 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 ты просто не хочешь играть на вивере, потому что он опять будет собирать БКБ, Линку, что-то там, чтобы просто жить. А тебе надо урон носить, выигрывать. Угу. Не надо что-то делать. И при этом все, Oracle совершенно не спасает, а траптуру с точки зрения того, что она чистая, и даже Фейдедикт не спасет. Никоим образом. Вот, кинешь ты ультимейт, все равно Вивер будет стоять на месте, его будут расстреливать. И это Баланар, друзья. Ну, Кверси, шикарный драфт, это один из самых метовых наборов героев в данный момент. И у них линии сильные автоматом, да, Бейн Блодсикер свою линию не могут проиграть в дефолте. Леон Баланар тоже. Там, ну, до пятой минуты, понятное дело, придется немножко потерпеть. Ну, а дальше ты, соответственно, просто садишься на лицо Oracle, убиваешь его с легкостью, Виверс тоже страдает. Вот, Лешак по игре тоже против Баланара. Вроде, как вы скажете, не так плохо, потому что может запустить свои спелы до, и кроме этого собирает ранний Юл. Но в целом все равно ему не очень приятно. Ну, и Манки Кинг тоже страдает от этого героя, потому что его видно на деревьях. Соответственно, я, честно говоря, удивлен, что вообще Минстрайки не убрали Баланара. Они забавили, да, потому что вторая стадия, типа, последним пиком второй стадии, вот такой герой остается и заезжает. Но это реально очень, очень странно. Ну, по драфту я бы уже сказал, что переиграно от Кверти, остается только нажать кнопки. Вот, и дать комфорту какого-то комфортного для него персонажа, типа, Луны, опять же, да, вот он на ней играл все время на протяжении квалификации Америки. А потом, когда вернулся обратно в СНГ-регион играть, тоже продолжил, Луна у него, правда, хорошая. Чего бы и нет. А, ну только тут, ладно, тут уже некуда ее засовывать, только из сикера миддл ставить. Так что, ну, а давайте тогда ему отдадим миддл какой-нибудь адекватному герою, который может и широком попариться. Вообще контроль довольно мало у Минстрайков, можно взять любого спирита. Поэтому они одного забанили, остается только выводить спирит. Ну, Америки. Вилья против Шраката не хочешь, верно, Эмерики в целом тоже. Вилья очень грустный, потом поверетесь, поддушивает. И Слардар говорит нам, что либо МК, либо Вивер действительно кэрим. Слардар тоже, кстати, страдает, да, по идее от сикера? Угу. Слушай, давай так, если Кверти хоть какую-то карту могут... Могут выиграть, то только это она, да, вот то, что ты сейчас видишь на экране, это вот оно. Согласен с тобой полностью в этом вопросе. Если могут, то и ее. Но смогут ли? Зависит от Аганима на Вивере, который у нас все-таки в четвертой позиции. Поздравляю, кстати. Спасибо, спасибо. Это то, чего я ждал, но все равно у нас появился оффлейнер, да, который так же сильно страдает. Теперь тоже завязано на том, что быстро бегать. Ну, типа, давайте, скажем так, я думаю, очень сильно будет все зависеть именно от Меложула. Он сильный игрок, да, это понятно, и он хороший Лишак. И здесь Лишака не сильно все напрягают настолько, плюс он под Оракл, он будет долго жить, много дэможей вносить. Так что в целом окей. Нет, ничего. То есть их главная проблема – это тинкер. Ну, если тинкер попадется под ультимейт Слардара, то дальше его видно, вроде как могут находиться. Ну, типа, да, но у тебя просто тинкер под Сикером. Ага. Это ты кидаешь три ракеты, и четвертая уже летит без проблем, потому что просто видишь цель. Да, но тинкер под Сикером и над Сталкером одновременно, Бланар тебе тоже дает вижен. Да, 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 то есть это просто жесть, то есть. И непонятно, как на него добраться, непонятно, как... То есть вот ты, допустим, его подсветил, этого тинкера. Ну, вот он стоит, и между ним и тобой куча ракет, которые в тебя летят, и слева-справа, типа, один с одной стороны самый Сикером, с другой над Сталкером, ты не можешь пройти. Плюс Леон, плюс Бейн, очень сложно. Так, ну, обратимся снова, наверное, к эфам. Что у нас там вообще? А ну, все та же самая ситуация пока что. 10.09 на Кверте, 1.03 на Винстрайк. Вот, опять же, ничего сильно у нас не меняется по жизни. Я думаю, время уже вытаскивать коэффициенты на то, когда изменит Observer Mode. Это намного, мне кажется, интереснее, чем конкретно кэфы на эту карту. Но, опять же, вот как мы заявили, да, это реально вот по драфту, если закрыть глаза на то, кто играет, и то, что очевидно, Винстрайки просто лучше нажимают кнопки, хотя по предыдущей карте это не всегда можно было сказать, вот, то можно заявить, что пик с тинкером здесь шикарный совершенно. Ну да, ну то есть, либо сейчас, либо уже реально никогда. Да. Можно не звонить с собой, если они вот эту карту проиграют. Ну, видишь, как это круто работает? Что-то и сталкер светит, ты стреляешь. Собака лаят, караван едет. Угу. С другой стороны, у тебя лайн типа Свардар Вивер, это не лайн, который выигрывает в своей катке, да, там, Oracle. Один раз, один раз, извинивши, вырываясь, было вот точно такой же лайнап, именно Свардар Вивер, на прошлый день 2 л, и там, они в такую хламень разнесли, ты не представляешь. Слушай, они развалили мнение. А кого они били? Ну, все, что, давай дай мне две буты, я найду просто эту игру в прошлом сезоне. Хорошо. Так, дурачё забирает себе руну, попытался ли он здесь что-то сделать, кстати, его могут еще убить здесь довольно много, дэмэджи в него влетает, но тот с ботинком, поэтому уходит. Вот, Айру у нас будет исполнять на Баланаре, честно говоря, его геймплей на Джиггернаут, еще на Джекеросе был не оптимален в предыдущей карте, но... В целом, довольно много импакта он, в конце концов, внес за своим агонимом макропирным. Вот, я меч, соответственно, с Чишерским Котом на топе против Бэйна вместе с Бладсикером, первый Бладрайт Комом, что называется, но то Ранжевика забрал себе комфорт. Здесь, в целом, на самом деле, Бэйн начинает стакаться хорошо с Бладсикером с момента появления Найтмэра, то есть со второго-третьего левла. Там уже довольно много чистого урона можно внести будет, и на лайне ставить будет неприятно с Латару. На боте, тем временем, опять же, надо дождаться просто пятой минуты Бладару, линия против МК слабая для него. Ему неприятно, даже с Леоном, даже несмотря на эти станы, либо он будет умирать, либо Леон будет умирать. Особенно со второго левла, как только у Даращева появится пассивка. Вот она, в принципе, и появилась. Ну, а на медиа вот важнейшее противостояние всей этой карты. Это как простоит у нас Тинкер вместе с Меложулом на Дельшаке. Потому что надо будет это... Кстати, замечу то, что какие-то грязные герои у Мэджиска в пуле. Мы видели от него Бестмастера. Ну да, да, сейчас Тинкер я нашел в игру, это был Бэйт Эмпайр. Шесть дней назад, 14-го числа, это была игра. Времени Кудан Свардаре, Мистер Красный на Вивере, кто их там на четверке играет. Вот, и стояли против них Войт плюс Элдер Тистан. Ну да, но так два милишника. Да, да, довольно простая, да, линия. Ну, то есть, там просто концепт в том, что максимальный разнос на линии был и очень быстрый даггер, после чего успешная прокатка по всей карте. Поэтому я говорю, что типа, ну, там концепт еще в том, что у тебя там один из героев собрал какой-то, не помню кто, Дизоль, ну, допустим, он Тимбер Спирит, да, с центра. И у тебя Дизоль, у тебя Коррозив Хейс, у тебя Жучки Вивера. Ты не представляешь, насколько быстро Рошан отклеивался, когда у него там был минус 27 армора, 28, 29. Да, да, понимаю. Там, да, там, ну, и в этой карте будет то же самое, с точки зрения того, что я из Манки Кинг, который будет хорошая линия. Он будет давать дэмэдж. То есть, он себе плюс 100 армора на 25, поменяли мы талант. Вот, но это сообщение отменяет ситуацию, в которой им надо будет это все нормально нажимать, а это будет не так легко. Стан на Мэджис, конец. Мэджис монсует, монсует, получает стан, получает ФБ, наложу. Это печально, что в ситуации, где ты физически не должен умирать, тем более на Тинкере, да, то есть вот у тебя вот руна, третью минуту, там, ни одной, ни второй не забрали. Просто, если ты чувствуешь, что нет хп, просто сходи, забери одну из них, не проблема большая. Да, да. Ну, он потянулся, по-моему, за рейнджевичком, вот этого все. Он, наверное, ботл сжал, ждал, типа, пожадничал, потому что он все принес, сильно пробил, ну, отдаёт вторую руну, отдаёт флазка на мешоке. Ну, в целом, то есть вот он здесь, вот он на флазка, у нас еще погибают. Ну, да, и небольшие проблемы на Исталкер, дополнительно, после этого с хп на пол с тобой его пробили, тоже приходится регенеться. Ну, вот, и соло-фраг, просто это потом придет нас к тому, что 6 левел появится, и у лешака быстрее, то есть линкер обулетать, начинать на бригаду, а то есть спец 6 левел, это 2-3, и ультимативное. Ты стоишь, просто продушиваешь сам, продушиваешь линии, летаешь к тиммейтам, постоянно купаешь. Значит, ты добираешь деньги, плюс лазером можно фармить стаки, если их те кто-то делает. Игорь, это всего этого дела, оракол здесь, по идее, и рейдрока. Вот, но поскольку шаг за вопрос 5 левел быстрее, он очевидно возьмет 6 левел быстрее, очевидно, что... Можешь попробовать сделать соло-фраг под 6 левел с ультимейт, потому что тиммейт, тяжеловато совсем этим делать. Но вот приходит Леон. И вот она... Нет, дэмэджа не хватает, стики там. Сейчас контратака на Петручч, Петручч тут должен погибать, дэмэдж должно хватать. Да, да, но это пантомем, то есть, ну, это оракол, оракол на третьем левеле имеет супер много дэмэджа с перефайн флеймса. Соответственно, это... Это не кандрицу. Да, и вот ли шаг взял 6-й, вопрос базы или балансируна. Пошел на базу, ну и прийти с плюс-1, любым еще раз убить тинкера. Сейчас пантомен застилит. Может убьет его, кстати, да, сейчас, или нет? Не, 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 там флэджи дикт. Просто там 270 хп, он бы реально мог справиться, забирать булунтос, можешь фаску нажать, чтобы сикеры не разгонять, но хочет обденяться. Оба крипов тинкера чего-нибудь увидел и не успевает с ним ничего сделать. Да, потерял время. А тот тем временем пытается убить вивера, на нем сайланс. Успевает идти. Ничего себе. Каким-то образом, я вообще не понял, как, но как-то успевает идти. Стики? Где-то минус бейн. Стиков нету. 4-0 у нас по счету, очень быстро квартир начинает заливать линии, все три линии, если более точным. Ждем, конечно, что что-то поменяется, может быть, на боте, потому что у Эру ночь. Буанар, соответственно, способен под Петруччо здесь играть. Даже несмотря на то, что у Петруччо только первый левел, еще и второй левел, в целом можно что-то мутить. Как минимум просаживать Манки Кинга для того, чтобы у тебя был разогнанный Блотсигер. Под Томием, тем временем, вернувшись после смерти от Аншей, Меложулу заобузил бутылку. И у Меложула, конечно, старт игры намного лучше, чем у Мэджикса. Подкопч пошел. Петручч забирает инвиз. Вот этот инвиз можно было бы сыграть, хотя на миде, очевидно, в центре стоит. Тут без шансов его видно. Снимают с него все, что есть. Раздевают, убивают. Изи-катка на топе, тем временем, заливная прям по полной. Ну, это ГГ, короче. Похоже, что так. Потому что данный драфт, да, который у нас на пика на Кверти, он обязан выигрывать Орлигейм, чтобы быть эффективным потом. Сейчас Тинкер еще бьют. Да? А помочь ему некому. Маманы нет. Маманы мало не хватает. Тонкер. Летят, летят, Леончик летит, Блотсигер летит. Пошел под ком. И не успевает. Но он должен, нет, не должен, даже не умрет Пантомем, боже мой, как же грустно. Тинкер несется на четвертом левле. Давай, на! На! Как же Пантомему пофигу. Да, вот это Дота, друзья. Это Дота. Ну и хватило хотя бы на Дону, на неплохую игру сегодня. Это уже здорово. Эти игры, конечно. 4К перевеса на 8-й минуте на старте, 8-й минуте это просто ненормально. Это рекорды пока из того, что я видел. Никто почему-то не подключается к Блонару. Блонару нужно помочь, у него ночь, он может типа велица бить людям вообще-то, но все внимание у нас почему-то к другим совершенно не менее. Петруччо бежит, он услышал тебя. Да он уже до этого подходил, давал один стан, это не было эффективным. Топ и зон, вот он здесь. Давай, 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 Петруччо. 2-0-1, подкоп выезжаем. It's time to play, Dota 2. Интер едет, пошла дара. 6-й левел, 6-й левел уэра, он может ультануть, увидеть своего противника, он не видит. Нормально, нормально, он сам спускается к нему. Ультимейт пошел, убийство в дурачу. Но они обязаны, они обязаны. Зачем он дает ему настакать? Он дал ему настакать, но тот все равно не отхилился, потому что первый левел палки, я так понимаю. Нет, потому что глиф нажали. А, гений, гений. Они нажали глиф, не было урона, ни по кому, кроме героев. Убили там Бэйна на топе, тем временем Мидл еще и пробил Лишак. Ну, в общем, все хорошо у винстрайков, несмотря на то, что они потеряли мейнкора. Можно в целом Айру сейчас побить товарочек, потому что... Ну ладно, это закончилось, но все равно ночью можно было попобить. У него вторая пассивка. Чи нет? Да. Показывают, что все на топе. На топе все захвачено, пацаны, что делать? Непонятно. Сами можете увидеть в мини-карту. А мы пока откроем вам кэфы. Пока игра не закончилась. А, кэфы закончились. В общем, вы можете пользоваться, естественно, баннером GigiBet под нашей трансляцией. Вы это прекрасно знаете. Страховать то, что вы уже сделали. Че? Ну и можно страховать то, что они уже сделали. Да, можно страховать вообще все в этом мире. Но я бы уже, на самом деле, конечно, размышлял о том, что там будет у нас на следующем Б3. Которые правда... Все можно страховать, ребята отказаться Джики Чану страховать, например. Как так? Ну, типа, вот он приходит в какую-нибудь фирму, которая этим делом занимается. Вот. И они говорят, вырекчан? Он такой, ну, типа, да. Тогда мы вас не страхуем. Фейзер фидит. Тут уже понятно, что развал кабинетов. На карте нету пространства, в котором можно было бы что-то делать. Комфорта появился шестой левел. Наконец-то. Может быть... Где заранее Федор, типа, они как пишутся? Возможно. Возможно, он просто не Федор. Я ведь пошел искать спантомему. Милан и лажу вам на треугольнике стаки. А стаки есть. Стаки дофармливает мэджик уж. Там еще и стаки аншей, тгг. Если его сейчас тут убьют... Да. Дать кому-нибудь что-нибудь. Но этому не надо. Ладно, там уже таймлапс. Вы если этому не надо. Брот, жми уже куда-нибудь. Стаки забирают. Стаки забирают. Я не знаю, напишите, как я, пожалуйста. Тут без шансов. Шесть тысяч перефарма. Рано. Рано? Рано. Девяносто один вин пропабилити уинстрек, друзья. Я занимаю, да. Но количество фрагов еще не соответствует тому, который нужен. Еще нужно, значит, сделать два фрага. Ребятам из Кверти. И 11, что взяли винстрайк. Понимаю. Не, не 11. 21. 21. 21, да, все правильно. Нет, первый вариант тоже подойти с этих местами. Окей. Он кидывает пятенечки. Фезор вместе с ямечем друг к другу. Прилетает здесь чеширский кот. Вот у него, кстати, блинк летит, я так понимаю, да? Чешир, чешир, да, блинк. Курья. Кстати, довольно странно то, что при всех нововведениях Обзервер Мода не добавили, чтобы ты мог видеть, что у игрока в кури летит. При нажатии на него. Ну, не на куру, я имею в виду, смысл на персонажа. Да, и курьер не выделяется походке курьера. Угу. В общем, а так в целом, на самом деле, ну, почти все штуки хорошо работают. Потом окажется, потом окажется, что были скрытые строчки патча. Ультимейт на дурачье. Двойной пошел, но ему пофиг. Он по жизни, как бы, красавчик. Комфорт умрет. Да-а-а-а. Да, друзья. Я думаю, что ему все понравилось. Разница между Кверти в предыдущей карте и в этой карте, конечно, колоссальная. Даже непонятно, как они с таким геймплеем-то в предыдущей карте держались так плотно и хорошо. Играли реально очень-очень точечно. Финсгрип, точнее, тем временем, можно было бы отдать Финсгрип кому-нибудь. Может быть, в Меложула, но тут мало дэмэджа, поэтому он не умрет в любом случае. Да, вургал просто, такие интуитимейты. Да, да. И все. И все. Ну, это вот второй фраг сделали. Осталось нафигить. Комфорт через 15 минут, в секунду, точнее, ультимейт. 15 минут, игра закончится, поэтому второго ультимейта не будет. Возможно, этот Тинкер выжил чудом. За ним уже ехал в Свардар. Ну, красава. Ну, ему скоро блинк. Да, у него, ну, у него уже есть даггер. А у Тинкера нет даггера. Ну, я об этом говорю, что Тинкера будет даггер. Ну, у него будет даггер сейчас через Крипа, дай. Раз, два. Это попроще играть. Ну, он прям реально может пешком пойти там фэйфайр продать. Он ему явно не нужен же будет. Иди щелить на базе. Так, что-то нападение под Спири у нас. Свардара. Целёвка умирает. Уже стопроцентно. Дальше можно продолжить. Хотя ночи нету. Аэру сложно будет играть. У него КД на ультимейт. Так. Влетает. Влетает Тинкер розыгры. Здорово. У меня появился блинкдагер. Да, на миллиард лет позже, чем надо. Но все еще страшное оружие. Сейчас этот камбачный пойдет. Так все, все, гага. Сейчас подождем еще одну Раптуру. Подождем еще один Фингер. Ночь. И начнется жестко. Камбачная уже началась. Не надо даже ждать. Она уже идет. Все, все. Процессию в процессе. Камбэком. Так, что у нас там? Пролетает на ботом селедка. Чешистский кот хочет убить здесь Тинкера. Мэйджекус, беги. Почему ты ходишь по линии? Ты же Тинкер. Ты же не должен ходить по линии. Ладно, блинк аут. Тэп аут. Ему сейчас дадут стан. Стан. Да, юл. До свидоля. Ну, подозреваю немного, что, наверное, делать ТП вот таким вот образом наивно. Достаточно. И Леону тоже наивно бежать под Хорозивом. Пошел, пошел. Ультимейт на Пантомема. Пантомему больно. У Пантомема есть ультимейт. Он нажимает его на себя, потому что Сайленс не успел дотянуться от Баланара. И они всей командой бегут за Меложулом. Тот и ульт сам себя прожигает людям лица. Но нет. Нет. Это все метафизический Баланар. Сейчас было так. Надо добавить дэмэджи немножко Пантомема. Пантомем скончается. Чужеский код ничем здесь не поможет. Это, друзья, вот те самые всплески энергии. Сейчас с Лордара смотри. Раз. Тинкер прыг. Тинкер, да. Палка. Минус армор. Стан. Еще один стан. До свидания, Мэджис. Красиво сыграно от Тинкера. Это мой Тинкер. Я начинаю понимать, откуда у него тот мув на Бессмастере случился. Слишком много Тинкера в крови. Да. Так, Бэйн летит обратно. Финсгриппа нету. Сайлнс это есть. Одному пакет на голову, другому любовь и финсгрипп. Последние тычки долетает. Финсгрипп. Вот он, вот он, вот он. Финсгрипп на... Ну, ну, помогите. Помогите кто-нибудь. Помогите. 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 Никто не помогает. Ну что это такое? Нужно помощь. Да. Да, это дота, друзья. Это если вот вы думали, что вы видите, я вам сообщаю. Это дота. Возможно, это его каршеринговая опция. Этой доты. Похоже на то. Так, Петруча. Петруча нет блинка, ему тяжело будет инициировать дурачье. Вы только вдумайтесь в противостоянии против дурачье, против Петруча. Это итальянская футбольная лига. Но они не застакались вместе. Бывает, случается. Комфорт тем временем пытается вынести себе майл. Вынес, кстати, себе майл, но ему не в чем его нести. Потому что курицу убили. Такое тоже бывает, случается. Надо стакать, кстати, крипов. Комфорт. От стак и крипов. От стак и крипов. Ладно. Понимаю. Наверное, боится, что придут и убьют все равно этих крипов. Так что можно не стакать. И любит его, пока он там стакает. Через 6 секунд, кстати, есть ультимейт у Баланара. У него есть 10-й талант. Но он не вкачал себе талант. Он вкачал себе пассивку. Потому что... А, вкачал. Все, я теперь спокоен. Ладно. А то я заволновался. Немного. Расслабил булки. Немного удовольствия от игры. Я в процессе. Тинкера, кстати, уже денег примерно как у Вивера. Ну все. Есть к чему стремиться. То есть 4-й с конца. Это мой мидер. Если что, я открываю сейчас графики. Мы увидим 94% винпробабилити. Они не увеличиваются. То есть это инфляция, винпробабилити идет. Да, да, да. Нетверсы 30 до 2020 и плюс 11 логулов. Да, да. Сейчас будет драка. Смотри, убили Рошана. Надо бежать. Леона рассекретили. Петруча. Петруча. Выразил с дурача. Ультимейт. Опа-па. Опа-па. А Айгиста на лешаке. А сейчас можно убить Манки Кинга. Минус Майнкор. Дурач я слишком далеко задайвил. Ямич тоже умирает. Нет, не умирает. Ультимейт на него был повешен. Но походу там, честно говоря, печально. Пиццгри, пошел в лешака. Комфорт начинает месить. Замесил один раз. Надо месить второй раз. Каким образом, вопрос. Найсталкер тем временем зонит всю команду противника. Надо не дать прыгнуть чешуському коту никуда в этом мире. Он раздает весь раскаст в Эйру. Эйру продолжает мансить, но не пошел в ту сторону, куда надо было ему пойти, чтобы выжить. Комфорт тем временем, что вообще делает? Зачем он туда вошел? Нет, что это было? Они же могли отойти просто. Просто отойти. Они сделали крутой мув, выбили Айгис. Да. Убили Майнкора. Выбили Майнкора, да. И типа вполне можно было реально отойти. Но так у нас не принято. Да, надо идти до конца. Но реально была наличь, мог в другую сторону совершенно полететь. Вообще выиграть себе время и, скорее всего, не умирать. Бластикер, соответственно, мог тоже донести. Но что-то его заставило это сделать. Я не знаю что, вы можете меня не спрашивать. Вот, но что-то заставило. Внутреннее ощущение. Бораду, мне нужна твоя рука. На Сталкер перед смертью. Так, Фейзер. У него нет Финсгриппа. У Петровича нет жизни. У Тинкера тоже. Ничего страшного. На чужеского кота нападение от Эйру. Палка по-троим. Они так встали. Сладко все обнялись. И давай стоять под станом и кайфовать. И комфорт тоже кайфует. Я уверен, минус комфорт. Остается только один Бланар. За ним бегут. За ним ямищ просто по Т4. Давай. Куда ты едешь? Он же тебя сожрет. Не-не-не-не-не-не. Таймлапс, таймлапс есть. Все хорошо. Ну, на один хороший мук 35 плохих. Ничего страшного. Опять же, мы учимся вместе с Кверти. Если вы играете примерно таким же образом, как и они, вы можете получить хороший пример геймплея. Вот, а если вы берете букву М, то вообще будет замечательно. Тем временем, дурачье. Катается по деревьям. Ультимейту Бланара пока нет, его не видно. Можно вот сейчас влететь. Ммм, Раптуру хотелось комфорту дать. А, Раптура КД. Печально. Не получилось. Бывает, случается. Ничего страшного. Next time, next time. Еще же не вечер. Прохнет. Да, да. Ну, смысле, еще только 19 минут. Вообще, уже вечер, честно говоря, потому что... Не, я брата, что вы уехали. Еще 6 серий впереди, еще все будет. Да, научатся. Сработаются. Такое бывает. Вообще, предыдущая карта, правда, была отдельно хороша. Мак, джиздс. Куш. В боковинах тут тусуются. Его могли спалить, но он не спалился. Потому что он агент. Дия's structures are fortified. Radiance bottom tower is under attack. Так, ну и смог. Смог, заход на топ. Пантомема можно убить. Если убиваете пантомема, убиваете всю команду. Если находите. Там Сигер, правда, в другой стороне карты умер. Но это не важно. Важно то, что видно Манки Кинга. Пакет. За ним несутся. Финсгрипп. Прям на дереве. Вы просто посмотрите на эту красоту. Вы просто... Это, я считаю, нужно повесить куда-нибудь в музей. Отличный выход. Четко все сделали. Да. И опять Ниндерсы закрылись. Но. Что оно? На их большое счастье. Вивер реально решил порофлиться этой игрой. И не стал делать аганим. Делает грипп нир себе. Так. Нашли Бэйна. Бэйн вообще в целом. Это тут все хорошо. Он отдал свой Финсгрипп в предыдущем игровом моменте. Он еще и т.п. делает. Господи Иисус, какой же гений. Четко, четко. Потому что Ямич отлегся на господина Леона. И если бы он не отлегся на господина Леона. То в этом случае снял бы пакет Слордара. Слордар бы дал бы бадж. Соответственно Бэйна. И они бы убили Бэйна. Но. Они этого не сделали. Это означает то, что мы посмотрим с вами возможный камбэк. Я все считаю, что квартир камбэк будет. Если вы не считаете так, то я вам открою коэффициенты. 16000 перевеса и даже до 98% уже сейчас говорим. 98% это не приговор. Уже 97%. Коэффициентов нет, друзья. Используйте баннер по трансляции. Вот. Страхуйте ставку по вот этой штуке. Замечательно, которое вы видите на экране. А мы продолжаем смотреть за 98% игрой. Это круче, чем лунные факты, понимаешь? Нет. Я вижу 17000 перевеса и... И вот он комфортно. И лучший смокота Эверка, который я когда-либо видел. Вот у него никогда типа нет такой игры, где он может пойти закорировать. Но вот это реально она. Он идет, кидает ультимейт и души противника. Души? Я тут только Бэйн пакетами своими из пятерки. Но подожди. Сейчас. 34 секунды до камбэка. Эйру нажмется ультимейт. И они снова полетят на крыльях ночи. Влюблять нас в их доту. Так, он вышел на крипов. Его убивает чешеский код из-за этого. Ага. Так, хорошо. И вот теперь... Теперь... Что он сделает? Я не знаю. Тинкер пришел. Тинкер пришел на помощь. На помощь, говорит парни. Там кота надо убить. Опа. Ну нет, нет, нет. Дальше нельзя давить. Дальше нельзя давить. Там вся команда. Нет, парни, вы идете не туда. Блинкаут от Мэджиска. Ротов Атос не попадает. Еул Миложол. Мила и Еул, я бы сказал, произошел с нами. Но... Я ведь жучков застелил второй фон. А, бывает, бывает. Два тысяча ревеста скоро будет. Юбилей. Да. Вот и, кстати, винстрайки дошли до цифры 32. Но, к сожалению, к сожалению, отдали несколько киллов, и у нас не получится. Плана. Фезер, тем временем, с винсгриппом, кстати. И можно, можно показать себя сейчас. Можно показать щекотку и царапку. Ну слушай, если в четыре раза поделить скилл и кверт, то все будет хорошо. Классно. Давай посчитаем их нелегитимными. Эти ж лишних шесть фрагов, которые они сделали, типа, и поделим, поэтому на четыре. Так, у Баланара есть ночь. И снова сюда я ночь. Надо нажать ночь и надо нажать смог. И попробовать в последний раз. Потому что Мэджиск сейчас убьют, но и у них дэмэджа просто не будет. А его не убьют. Ух. Он успевает. Секунда до уезда, да. Вообще, Баланар сейчас дофармит БКБ, разберет сабли, соответственно, дофармит себе рецепт сейчас. Сколько ему? 200 голды надо. 200 голды. Последние, вот последние тычки по последним крипам. И пожилой Комфорт возьмет себе БКБ и нажмет его. И ничто его не остановит. А че Тинкер-то так беспалевно стоит на меде? На варде. Ладно. Он-то был в лесочке, но там вард. Так, последние тычки. Все, все, дофармил рецепт на БКБ. Разбираем саблю. Летим. Делаем БКБ. Наслажаемся жизнью. Комфорт тем временем решил полностью зазеркалить карту, фармить чужие аншенты. Полностью прав в этом вопросе. И его тут никто не найдет. Никогда. В течение ближайших двух минут. Че там по Рошану? Рошан через 2.28. Че там в Син-Перпобилити? 99% против одного. А когда-то ниже 99% опускается? Не знаю. Мне кажется, нет, наверное, да? Было бы странно. Опа! Поймав. Кита. А там, вон, там, там попытки просто камбэкать. БКБ нажимается. БКБ также у нас от Эйру. Правда, у него лицо сносится за секунду, потому что тычки физически не блочатся. И Комфорт тоже погибает. Все остальные остаются в живых пока что. Но у них лоу хп. Надо отступать срочно. Тингер помогает с артподготовкой. Там залетает Ямич. Спину пытается убить Фейзера. Но тут Хекс. Хопа! И минус. И Вивер. И Ямич отдает. Охот делал, не ждал, не ждал. Сейчас, блядишь, и этот график-то скакнут. Да, да. Это стрик для господина Мэджиска, так что это плюс тинкер, который возвращается в игру. Вы, возможно, этого не ожидали, но такие вещи всегда могут быть. Короче, смотри, рассказывайте. И Ф6 открывает графики. Потому что это раньше была голда. И Ф7 открывает графики, потому что раньше это была Экспа. Теперь нажми Ф6, а потом Ф7. Или наоборот. Ты понял? Да. Так, Варти. И потом они не должны будут закрываться на ходке. Я, кстати, не понимаю, почему люди считают, что я стебусь. Я не стебусь. Я все считаю, что Кварти могут это камбэкнуть. Потому что винстраки явно вообще не играют доту. А за такие вещи можно наказывать. Как бы ты не проигрывал. Рано или поздно. Для этого надо, чтобы организаторы пришли и наказали. Потому что вот, типа, тут загулов от винстрайков довольно много. Да, там, окей, чешешский кот явно хочет это закончить уже. И старается до конца все моменты отыгрывать. Да, вон там эти ветер душат. Минус раз. Тепаут, его получилось. Тепаут нажал, нажал. Ультимейт БКБ от Манки Кинга. Но, но мы-то понимаем. Как же бегает прикольно Аэру? Тут прям получать палками по спине. Так, на, все. До свидули. До свидули. На дереве посидел. Батончик съел. Вейны, конечно, убили. Но это более чем того стоит. С точки зрения того, что комфорт получает свои деньги. И знаете что? Из 24 на Творца уже 22 тысячи на Творца. И вин при побилите все еще 99. Но Дота не понимает. Дота не знает человеческих сердец. Как знаем их мы. Вместе с вами, друзья. Я ощутил увидеть сотку вот в этой игре. Того? Килот? Нет. Вин про побилите. Пользу на ней. Когда Дота скажет. Вот они точно не могут прииграть. Ой-ой-ой-ой. Опасно для Тинкера. Надо выйти. Надо выйти. Чуть-чуть. И надо отступать. Надо отступать. Петруччо на развороте. Хекс нажал. А где Бластикер? Бластикер идет. БКБ на Эйру выбили. Но, честно говоря, это довольно печальная информация для Баланара. Он здесь драться уже больше не сможет. Ему надо валить на фейзах. Желательно. Прожимает сэнс. Из-за того, чтобы стан не получить от Слардара. Ну и все. Ну с Роша. Грустно сыграно. Вот Кверти. Жаль. Жаль. В этот раз хоть шар не забыли. И о том спасибо. Виверочек себе его взял. Теперь его с Варной еще будет жестче, чем до этого. До этого был жесткий. Сейчас прям совсем жесткий. Так. Ну и что теперь делать? Вот игра, которая, да, закончилась по факту, по логике вещей еще... 29 лет назад, да. Да, 29. Ну не 29, да. Все-таки на драфт это все было окей. А вот потом началось, типа, early game. Вот это все. Blending Stadia. Сейчас была для Ршака и понеслась одна с другим. Все линии проиграны. Но, во-первых, Кверти красавцы, что играют доту. Вот. Потому что они продолжают, так сказать, стараться. Они не считают, что должны признавать здесь поражение. Понимают, что есть какие-то ауты. Для того, чтобы все-таки показать какие-то неплохие мувы. Да, пускай мы проиграем, но... Кстати, Аганим появился на Сикер. Не считаю, что это, конечно, решение всех проблем. И вообще даже какой-то части. Вообще ничего не решает. Наверное, один из худших артефактов, что можно было здесь убрать. И он за ШМК ставит арену, и ШАК стоит на месте. И у обоих, типа, обилкин, которым плевать. Им ты можешь просто стоять дальше. Но, с другой стороны, если они будут стоять, и БКБ закончится, то... Тинкер их схавает. Так, Иеру. Может попасть под атаку Манки Кинга. Сейчас они спалят. Да, они спалили Иеру, они спалили Леона. Леону больно. Леон делает форстаф аут. Точнее, ему помогают. Иеру нажал ультимейт. Нажал гранату, и давай бить. Дураще, по-моему... По-моему, он выиграл в этом противостоянии. Да, БКБ так и не нажимается. Бывает, случается. Но есть байбэк. Есть байбэк, и туда же Finger of Death влетает в Меложула. Правда, к этому моменту Пантомема уже посейвил. Байбэк пошел. Бланар бежит. Пантомема надо кушать. Надо кушать Пантомема, парни. А че? Можно было, кстати, не сейвить, потому что там... Ну да, но, типа, а че нет? Сыграть чище, сыграть чище. Сыграть чище, да, еще нет. Да. Друзья, что я могу на это сказать, конечно? Дота зашла к нам на первую карту. На вторую карту, к сожалению, не зашла. Видимо, у нее перекур. Ну вот, Тонкер старается до конца. До Талова. У него, кстати, тот самый силовой блинк. Закончил стараться. Ну, тут как бы, да, без шансов. До, ты говоришь, и 99%. Я не дождался. Но я тебе говорю, она, мне кажется, никогда не падает ниже. Жаль, жаль. Где? Ну, а нам в целом-то не жаль, потому что, ну, есть аутсайдер, даже лизобетонный с 10 коэффициентом на Кверте и на префлопе, и на второй карте, ну и так далее. Несмотря на то, что они показали первую игру хорошую, сильную, все равно очевидно совершенно, что следующее противостояние, например, V против Ханс, смотрится намного-намного интереснее, намного перспективней. С точки зрения зрительского опыта и удовольствия, которые вы можете получить, и это самое важное. Вот, поэтому, друзья, вы никуда особо далеко не убегаете. По-моему, можете убегать до 21. Через час. Да, через час возвращайтесь на этот канал. Соответственно, там уже будут другие комментаторы, там уже будут другие команды. Я уверен, что вам очень-очень понравится. Для вас эти два БО-3 сегодня комментировали CrystalMate и с Cinemate. Вот, первое БО-3 реально было кайф, но второе немножко, к сожалению, подвело. Ничего страшного. Всем пока-пока.